Эмма Анатольевна Попова. Родилась 1928 года. Советская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР 1971 года. Эмма Попова одна из самых ярких актрис театра и кино в прошлом веке. Все, кто хоть раз видел Эмма на сцене, оставались очарованы ее игрой, силой и глубиной ее персонажей. Попова много работала на телевидении, сыгра в том числе и веру в комиссаржевскую через спектакль «Чайка русской сцены». Кино снималось мало, отдавая предпочтение театру. Дебютировал в 1957 году в главной женской роли в фильме Михаила Дубсона «Шторм». Михаила Дубсона «Чайка русской» Да я скоро. Я впервые встретил с Евгением Лебедью Своим будущим партнером по многим спектаклям БДТ Критики особо отмечали Юлию Дмитриевну в поезде милосердия Советский черно-белый фильм поставлен на киностудию «Летфильм» в 1964 году режиссером Искандером Хамраевым Первая экранизация повести «Вера Паная» вспыхла Образ, который исключал обаяние По этой причине режиссер фильма «Искандер Хамраев» долго не отважился предложить эту роль по поводу Жарко? Не открыть ли нам дверь? Да, пожалуйста Прошу вас Мы едем без опоздания Да, мы будем на месте в 6 утра Нам осталось ехать 13 часов А не отдохнуть ли нам? Ты отдыхать Как не в дороге Извините, пожалуйста Пойдем, Визненька Пойдем Визненька Визненька Визнן Как не в отчестве В COVID-19 Среди самых ярких枕 попой на сцене театра спектакли палат три сестры варвары еще раз про любовь идиот мольер волк и вовцы на всякого мудреца довольно простоты на дне и другие в институте его папа вышла замуж за своего докусника актера режиссера наума бирмана у них родился сын анатолий сам же это же актером вторыми мужем стал драматурки сценарист александр глотков вдове в 1976 году больше актриса замуж не выходила умерла 3 ноября 2001 года доме ветерана сцены в санкт-петербурге похоронен на волковском кладбище народная артистка россия на попова 1928 года рождения 3 ноября 2003 года всем спасибо за просмотр умерший в следующем видео